Комбинаторные задачи Сегодня вы будете решать комбинаторные задачи методом перебора. Начнем с небольших задач. Трое играли в шашки. Всего сыграли три партии. Сколько партий сыграл каждый? Каждый сыграл по две партии. У Даши две юбки. Красная и синяя. И две блузки. В полоску и в горошек. Сколько разных нарядов у Даши? Четыре наряда. Мама предложила Алику на выбор яблоко, грушу и сливу. Алик решил выбрать два из этих угощений. Как именно он может осуществить этот выбор? Яблоко, груша, яблоко, слива, слива, груша. На прошлом занятии мы с вами учились решать комбинаторные задачи. Давайте проверим, как вы все запомнили. Комбинаторик – это наука, с которой каждый встречается в повседневной жизни. Сколько способов выбрать трех дежурных для уборки класса? Или сколько способов составить слово из данных букв? В целом комбинаторика позволяет вычислить, сколько различных комбинаций. Согласно некоторым условиям, можно составить из заданных объектов. Как наука комбинаторика возникла еще в XVI веке. Решите комбинаторную задачу самостоятельно. В клетке красный, зеленый, голубой и синий попугаи. Айне разрешили выбрать двух попугаев. Сколько у Айны вариантов выбора? Предлагаю проверить. Голубой, синий. Красный, голубой. Красный, зеленый. Красный, синий. Зеленый, голубой. Зеленый, синий. У Айны было шесть вариантов выбрать двух попугаев. Решим еще одну комбинаторную задачу. Серик установил код замка. Чтобы его открыть, надо набрать комбинацию из трех цифр. Один, два, три. Цифры не должны повторяться в числе. Давайте проверим, какие комбинации и сколько их получилось. Получилось 123, 132, 213, 231, 312, 321. Получилось шесть комбинаций. Решим задачу на урожайность. Урожайность моркови у одного фермера составляет 90 центнеров с гектара, а у другого 105 центнеров с гектара. Какой фермер соберет урожая больше и на сколько? Если под морковь у обоих фермеров отведено по шесть гектаров. Давайте проверим. Узнаем, сколько урожая соберет каждый фермер. Для этого 90 умножим на шесть. Получится 540 центнеров. Соберет один фермер. 105 умножить на шесть. Получится 630 центнеров соберет другой фермер. Чтобы узнать, насколько больше соберет урожай другой фермер, надо из 630 вычесть 540. Получится 90 центнеров. Запишем ответ. На 90 центнеров больше соберет урожая второй фермер. Вычислите самостоятельно. Давайте проверим вместе. 2 километра 308 метров умножить на 607. Вычесть 6 километров 864 метра. В первую очередь переведем километры в метры. 2 километра 308 метров – это 2308 метров. 6 километров 864 метра – это 6864 метра. Теперь можно начать вычисление. Первое действие. Получится 1 миллион 394 тысячи 92 метра. Или 1394 километра 92 метра. Выражение равно 1394 километрам 92 метрам. Решим следующее выражение. 16 килограммов 560 граммов разделить на значение частного 20 килограммов 560 граммов и 19 килограммов 640 граммов. Переведем килограммов в граммы. 16 килограммов 560 граммов. Это 16 тысяч 560 граммов. 20 килограммов 560 граммов. Это 20 тысяч 560 граммов. 19 килограммов 640 граммов. Это 19 тысяч 640 граммов. Начнем вычисление. Первое действие. Выполним в скобках. Из 20 тысяч 560 граммов вычесть 19 тысяч 640 граммов. Получится 920 граммов. Второе действие. 16 тысяч 560 граммов разделить на 920 граммов. Получится 18 граммов. Выражение равно 18 граммам. Подведем итог урока. Сегодня вы закрепили тему урока. Решение комбинаторных задач методом перебора. Наш урок подошел к завершению. Оцените свою работу на уроке с помощью лестницы успеха. До скорой встречи на уроке математики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова